Продолжение следует... Пошли в ателье, нам раскроили, и он решил сам шить. То есть первый, кто показал, как это делать, это мой отец. Ну, я заинтересовался, и дальше уже пошло шапки, кепки, обувь и так далее. Будучи в группе Бублики, мы шили костюмы сами. Я и Малик брали материал, и в зависимости от того, какой концерт, мы готовили одежду. Эскизы делал я, а шили мы вместе с Маликом. Малик был по образованию закройщиком, я дизайнером по одежде. То есть я профессионально этим занимался. Прошел не один год, и я все-таки вернулся к процессу шитья. Взял в руки нитку и иголку, и начал шить бабочки. Мы искали для сына галстук-бабочку для утренника. И не нашли нормальную бабочку, которая соответствовала бы цена-качество. Я предложила Мухтару, может быть, тогда будем сами изготовлять. Она мне сказала, что почему бы тебе не попробовать шить бабочки. Я попробовал, шил сначала сыну, понравилось и мне, и окружающим. Потом стали заказывать, ну и это вылилось в али-дизайн. Наши первые галстуки-бабочки как раз были в джинс-баре. Особенно приятно, когда ты результат своего труда видишь на людях, когда приходишь на всякие тусовки, вечеринки, да даже просто на улице встретишь. Очень классно то, что мы уже в последнее время начали отправлять наши галстуки-бабочки не только по Казахстану, но уже и за предел. И в Европу, и в Америку, и в Россию. В основном, конечно, по Казахстану в разные города мы отправляем. И есть постоянные клиенты. Например, так скажем, Селебрити, Алан Черкасов, Арнур Истыбаев и так далее. Одна из коллекций, которая мне нравится, это коллекция бабочек в национальном стиле для Астана Про Тим. В частности, для Александра Винокурова. Тогда у него был день рождения, и к этому событию нас попросили сделать бабочки. Пришлось изобретать какую-то технологию специально для этой коллекции. вышло, я думаю, достойно, потому что вся команда сфотографировалась, им понравилось. Бабочки мы делаем разные. Клиенты с разными запросами. Кто-то хочет кожаную, кто-то хочет деревянную, кто-то хочет шелковую. Например, вчера заказали нам бабочку из джинсы, из тянущейся. У меня есть собственная технология, которую я придумал сам, и она постоянно обновляется. То есть каждый день я вношу изменения. У нас четко подбирается рисунок, форма, подбирается цветовая гамма. Они индивидуальны. Отели дизайн – это не только бабочки. Это также аксессуары, кожаные изделия. Мы собираемся расширить наш ассортимент. Мы очень хотим, чтобы люди в наших галстуках-бабочках были красивыми, стильными, уникальными и счастливыми.